Предствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alex & Play, мы продолжаем играть в мод Казердукс, Казерик Экспеншн, за Американскую Империю, за старый клан Стивенсона. И в прошлой серии мы, собственно, восстанавливали нашу страну, ну и также укрепляли власть старого клана и проводили различные чистки над нашими врагами. Вот, в этой же серии мы, наверное, уже пойдем в экспансионизм, будем расширять нашу Американскую Империю, например, пойдем воевать с ненными штатами Мексики, уже в этой серии точно. Ну и, конечно же, будем дальше идти по нашему расширению. Вот, поэтому будет довольно интересно, желаю вам приятного просмотра. И еще сказали, что, в принципе, можно прекращать вот эти фокусы Беззакония Евы, Христианская Идентичность, Церковь Огненного Креста, Протоколы Сиона. То есть, это ничего нам не испортит. Хотя, в принципе, я не вижу смысла от этих фокусов. Вот, как бы, можно прекращать, чтобы были, но вот это вот, Церковь Огненного Креста, допустим, вот это вот бесполезно. Ну, политку дадут, стабильность, ну, у нас так стабильность. Популярность нашей партии так стопроцентна. Беззакония Евы хотя бы командный ресурс нам дают. Просба за поддержку войны, ну, тут я даже не знаю, стоит ли брать эту христианскую идентичность или нет. Ну, давайте возьмем Беззакония Евы. Это была женщина, которая бросила вызов в Богу. Это способ женщину вести мужчин к воварным пути. Это Улимэр Уайт. Ты не можешь быть проповедником, танцором или избирателем. Потому что мы будем защищать белую женственность даже от самой себя. Национальная администрация образования. После распада ОСАН, Национальная ассоциация образования свернулась, а ее членов распустили. Поскольку большинство учителей аполитичны, а профсоюз никогда не мог черпать из них значительную партийную власть, он становится сильным кандидатом на реабилитацию со стороны нового американского правительства. Получим одну ячейку для исследований. Христианская идентичность. Америка и Британия правят потомки Монасии и Ефрема. Их пророчество должно воззвать Царство Божье. Тем не менее, некоторые церкви до сих пор не считают это таковым. Будем поддерживать христианскую идентичность как государственную религию. Святая Церковь Сиона и Государство Церковь Налоговой Льготы будут предложены тем номинациями, которые придерживаются этой точки зрения. Хотя, блин, не-не-не, христианскую идентичность я брать не буду. Мы как бы по ивентам с ней боролись, так что я брать не буду. Ну и Церковь Огненного Креста это тоже вот все относится к этому. Не-не-не, все-таки такое себе. Не будем мы это брать? Не хочу такое брать. Нелогично. Создать ESMWT. Инженерия, наука, менеджмент или все вместе является детищем министерства торговли для децентрализации технологических изменений. Вместо сотрудничества, которое нарушило бы конкуренцию, дало бы несправедливое преимущество определенным предприятиям, эта программа свободно распространяет свои результаты среди общественности. Темпы исследований плюс 5 получим. Возвращение на мировую арену. Теперь, когда нам восстановили наше положение мировой державы, пора выяснить, где наше место на мировой арене. Япония захватывает автомобильные компании. В условиях беспорядка в стране Япония захватила контроль над несколькими американскими автомобильными компаниями, работающими там. В результате гражданской войны многие компании потеряли связь с материнскими компаниями, испытывали трудности с получением комплектующих для своих оборон сборочных линий. Это позволило японцам легко захватить контроль над нами под предлогом помощи. Хотя это, безусловно, незаконный акт. Мы не сможем сделать ничего другого, кроме как направить им письмо с резкими формулировками. На самом деле, письмо с решительными словами. Будет получен модификатор, если являться иностранным автомобилем промышленности. Окей, немножко ухудшим отношение с Японией. Ну блин, сами виноваты. Так, ну и куда будем выходить? Ну, конечно же, в амбиции государства. Круг Конституции будет создан, альянс. Ну блин, дебильное название, конечно. Ну ладно. Америка не должна была стоять в стороне, когда миром травят старые европейские нации, развивающиеся азиатские страны. Наша собственная империя посрамит римлян. И мы начнем готовиться к иностранным завоеваниям на благо нашего народа. Ну ладно. Если у нас с японцами подпишем Тихоокеанский пакт, пакт о ненападении с Японией, мы ничего не выигрываем от движения на восток. И начало борьбы, когда нам нужно консолидировать Запад, особенно когда Япония остается твердым союзником, который, как и мы, просто пытается положить конец синдикализму, защитить свой народ. Специально то, что не все из нас согласны с их расой и культурой. Это своего рода соглашение хорошо послужит обеим сторонам. Ну да, это мы сделаем. Почему? Да, они, конечно, захватывают наши машины. Но ничего страшного. Мы восстановим наш автопром, и все будет нормально. Поэтому это не страшно. Ну а так, действительно, на востоке нам, в принципе, плевать на Японию. Пускай делают, что хотят. В принципе, возможно, они на Антанту нападут, а это нам на руку. Все равно Гавайи находится под контролем немцев. Так что с японцами мы не имеем никаких конфликтов интересов. Вести буров. Буры одни из немногих людей, достаточно храбрых, чтобы открыто отставить те же ценности, что и мы. Но, к сожалению, они подвергаются нападкам в своей собственной стране. Они спятят на все, что они сделали из-за границы со стороны левых фанатиков, которые настаивают на мифической расе равенства. Мы пригласим их в новый союз, который будет взаимовыгоден. Но, к сожалению, самих буров у нас нету. Мы не сможем их пригласить. Во-первых, они сейчас находятся под оккупацией Миталь-Африки, Германской империи Канады. И там леваки сейчас. Они под гнетом леваков. Поэтому, к сожалению, буров мы не сможем пригласить. Так, и кого же мы можем в Альянс пригласить? Походу, никого. Никого мы не можем пригласить в Альянс. Классно. Ну, ладно. Обидно, конечно, но хрен с ним. Так, предопределенную судьбу пока брать не будем. Пока тут что-нибудь... Ну, вот на армию, в принципе, покачаем. Тут есть еще армейские фокусы. Так что давайте возьмем... Освет Магнолии. Надо взять фокус. Будем пока до конца добивать реформу армии. А, мы еще и судить каких-то будем генералов. Которые... Ну, против фракции, которые были против нас в гражданской войне. Так что сейчас рассвет Магнолии. Начнутся всякие суды. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Кого-то будем судить, кого-то нет. Хотя, наверное, всех будем судить. Ну, посмотрим. Так, зажигательный тригар возьмем пока что. Следующий фокус. Военный завод тут получим. И объем заводского производства. Плюс 10. Что неплохо. Будет обоим идеи возрождения патриотической промышленности. Так, суд над генералами-федералистами. После того, как гражданская война закончилась, а наши враги оказались в нашей власти, армия, наконец, начала судить генерал-федералистов. В то время, как некоторые генералы бежали в изгнание, генералы, которым были пойманы, теперь ожидают приговоры военного трибунала. Однако, несмотря на то, что считает общественность, вести судьяный процесс не так просто, как предполагалось изначально. Большинство генералов, попавших под суд, не отличаются особой жестокостью. И даже те, кто ее проявил, могут заявить, что выполняли приказ. Среди них самым спорным на сегодняшний день является Тойот Эйзенхауэр. Время судебных процесс Паттон направил провести список высокопоставленных лиц, которых он считает достойным и достаточно способным для реабилитации. С достаточными доказательствами, оправдывающими в основном генералов Эйзенхауэра и Брэдли, как в случае должного послушания. Хотя некоторые из пленных генералов поклялись уйти, даже если их простят. Есть другие люди, которые пообещают защищать Новую Америку, если их простят. Присловие, что мы будем защищать идеал, за который стоит Америка. Но в конце концов, окончательно решение остается присяжным. Так, то есть генералы у нас какие-то появились. Ты хочешь сказать Эйзенхауэра, например, да? Нет, что-то я не вижу тут, если честно, таких каких-то старых генералов. Ладно, давай пощадим федералов, пощадим. Хотя... Ладно, федералов пощадим, пофиг. Так, федералов пощадим. Да, пощадим. Ничего страшного. Пощадим, пофиг. Этих пощадим. Так, дальше домашний Дикси Вуд. Вкачаем. Интересно. Так, суд над генералами-юнионистами. Среди, ну понятно. Изгнание единственное, чего они заслуживают. Да. И унионистов мы точно выгоним. Давай, все. Лонга, да? Хотя... Ну да, ладно, изгнание. Пофиг. Изгоним их. Так, теперь над Тихоокеанцами. Изгнание. Изгнание, опять-таки. Опять-таки, изгнание. Так, тут закупаем еще хром. Че не производится у нас? Сейчас не понял. Поксирма орудия ПВО. Разве оно не производится? Не понял. Так, ну ладно, пускай будет производиться. Вообще странно. Но ладно. Должно было производиться. Но че-то не производится так. Ну давай тут, в принципе. Я думаю, 30 заводов хватит. Хватит. Тут танки, в принципе, и так в плюс пойдут. 150 заводов хватит. С лихвой. Ну, грузовики побольше можно поставить. Ну и, в принципе, на авиацию. Тогда побольше поставим заводов. Рождение Дикси Вуда. В поисках ответа на господство средств массовой информации, которая так легко поддерживается либеральной прибрежной элитой, долго время контролирующая экономику и культуру Америки с помощью таких инструментов, как Голливуд и другие формы СМИ, запятнутые, предвзятости запада северо-восточных столичных центров. Медиа рука нашей партии усердно работает над планированием следующей эры. Американских развлечений. Дикси Вуд, который некоторые жители Апалачи и Дымчатых гор называют Долли Вудом. Это долгожданный ответ с его помощью уморым голодом дикадентских коррумпированных толстосумов западного побережья, построив здесь, в Дикси, новый центр американских развлечений на серебряном экране. Планировав выкачать деньги и бизнес из Калифорнии и Нью-Йорка, инфантильный масс-медийный бизнес в Дикси, мы построим новые киноплощадки, радио, телестудии и другие медиа-центры в местах уже подходящих для создания развлечений, таких как музыкальная индустрия в Нэшвилле или девственные пляжи Орланды, чтобы построить наш собственный Голливуд прямо здесь, в Дикси. Но с учетом культуры, вкусов и настроений Юга и его в основном традиционалистских, консервативных и гордопатриотичных людей. Помогая знаменитым звездам Юга, нанятым в качестве консультантов и экспертов, чтобы помочь нам быстро создать индустрию, как Ле Ле Ангиш, снявшийся в скандальном фильме 1914 года «Рождение нации», мы начнем выпускать новые фильмы и шоу, прославляющие южный образ реалистичной, деревенской и простой жизни и другие, которые укрепляют старые мифы о потерянном деле, поднимая конфедерацию в другие источники наследия Юга как сложные, но отъемливые части нашей истории, которые никогда не должны быть забыты. Кроме того, в производстве были запущены другие, более экспериментальные проекты, такие как два отдельных фильма, основанных на еще не анонсированных романах, самых популярных авторов Юга Уильяма, Фолкнера и Маргарет Митчелла, а также новая волна вестернов, наценных на исключение выгоды из недавнего возрождения популярности Старого Дикого Запада. Нашим последним фильмом из этой программы стали «Джейс Джеймс», мифологизированный рассказ о подвигах знаменитого разбойника конфедерации, знаменитого преступника-сержант Йорк, основанный на жизни и подвигах ветерана Второй Гражданской войны Элвена Йорка, который является одним из самых награжденных солдат войны и сейчас служит в нашем военном командовании. Оба фильма стали хитом для широкой публики, несмотря на то, что Сар Йорк не одобрал фильм, снятый по его жизни, из-за его неприязни к славе. Надеемся, что мы сможем продолжать наносить удары, и то есть сразиться с Голливудом, и всем американским либеральным медийным аппаратом в лоб, в лоб. Забудьте о падении, это будет возрождение нации. Так, ну и давай милитаризацию двигателей Форда возьмем. Ну ладно, давайте золото ацтеков брать. В экономике начались проблемы, поскольку мы так много потратили на поддержание наошенного порядка. Если мы хотим быть богатыми, мы должны расширяться на новые территории. При этом богатство и труд католических ацтеков является главным приоритетом. Закончим то, что было начато в 1848 году. Короче, нападем на смененные мексиканские штаты. Замечательно, давайте. 35 дней. А тут вообще Япония разошлась и уничтожила правительство ЦИН. Практически Китайский Объединенный Фронт сейчас будет уничтожен. Ну что ж, давайте 10 июля 43 года нападать на Мексику. Давай, объявляем ей войну. Мексика, кстати, воюет с... с Кубой еще. Ну окей. В принципе, ладно. Ну танки, короче, вот здесь, я думаю, пробьются очень быстро и окружат дивизии Мексики. Так что все будет нормально, я думаю. Погнали. Все, так танки, только надо некоторые танки все-таки пустить вот сюда. И попытаться тут все покотлить, собственно говоря. Закотлить вот эти все дивизии здесь. Ну вот, короче, погружать каким-то образом тут дивизии надо. Обязательно. Так будет проще просто воевать и все. Само собой. Так. Поэтому танки мы отправляем. Ну, я думаю, будет очень легко. Плюс я сделал коллаборационистов. И коллаборационистов у нас 45% получилось сделать. Поэтому я думаю, что получится. Так. Главное тут еще вот так делать. Все, вот так вот. Просто котлин и все. И тут вот таким образом давай. Не знаю, насколько котел получится из-за этого добра. Но попробовать, в принципе, можно. Почему бы и нет. Хоть какой-то котел-то выйдет все равно, так или иначе. Так, здесь вот надо Эрмоселева взять. Эрмоселева. И тогда будет норм. Они отсюда не выйдут тогда. Все. Тут котел вышел. Шикарно. Они готовы, в принципе, на 42% капитуляции. Мы 580 нового человека только потеряли. Они уже 132 тысячи. Так что... У них потери гигантские. Конечно, здесь выходят. Но хорошо. Это нам надо как раз. Когда у врага такие потери, это не страшно. Вообще не жалко. Так. Продолжаем дальше давить части врага. Так, вот здесь уже тяжеловато. То, что тут со снабжением уже по ходу дела не так хорошо обстоят. Поэтому уже тяжеловато. Немножечко. Но ничего. Хотя бы в Калифорнии. Нижний мы неплохо давим их. Очень неплохо давим. Хотя вот тут, конечно, тяжеловато. Блин, надо было еще флот вывезти. Я тупанул. Поход на конвой вот здесь. Максимально. Надо топить их. Я немного затупил. Так. Ну ничего. Мы и так, в принципе, тут хорошо сработали. Вот здесь, кстати, котелок можно неплохое получится сделать. Да, отлично. Это получается. Ну что, в скором времени, я думаю, Мексика должна капитулировать уже. Давай, Мексику пробивать. Уже пытаться. Да, Мексика мы взяли. Отлично падение Мексику. Ну да, и они уже готовы капитулировать. Мы 10 тысяч потеряли. Они 295 тысяч потеряли. 296. Ну, в принципе, это было легко. Так, реализация амбиций полка. Ну, короче, тут мы можем поделить Мексику. Ну, здесь, естественно, мы возьмем всю Мексику. Безусловно. Безусловно, мы возьмем всю Мексику. Ой, один корабль, кстати, они напотопили, сволочи. Это нехорошо. Очень нехорошо. Ну, ладно, что поделать. Бывает и такое. Так, что у нас дальше по экспансии? Что у нас дальше по экспансии? На Кубу. Золотой круг. Богатства Африки точно пока брать нет смысла. Кубинские. Богатства. Но это надо высадку делать. Это вот у нас морпехи сейчас будут готовы. И можно будет сделать высадку и взять этот фокус. Тогда. В принципе, тогда после бешеного ревока прогресса возьмем, в принципе, еще фокус тут. Герои никогда не умирают. Возьмем этот фокус. Так, посадить звездно-полосатые знамя на Кубы. На Кубе. Ну, конечно, богатства Кубы ждут нас. Так вот, ну, претер... Но пока объявлять войну мы им не будем. Потому что нам надо подготовить высадку хотя бы. Для этого. Так. Поэтому пока не надо. Так. Пока возьмем фокус оружия Юга. Оружие Юга. Ну и нападем на Кубу, собственно говоря. Пилить войну. Давай. Погнали. Высадка у нас... Высадки у нас готовы. Все поплывут. Ну, кроме трех дивизий. Оставшихся. Ну, ладно. В принципе, этого достаточно будет. Мне кажется. Так. Главное теперь тут атаку еще нажать. Вот так вот. Чтоб все было успешно. Ну, Гавану мы взяли сразу. Это, в принципе, очень легко было. Вот здесь, конечно, сложновато. Но, в принципе, наверное, и здесь получится. В Канаде мы тоже короборационистов сделали, кстати. Кстати говоря. Ну, смотри так. Сантьяго де Куба пока не получается. Ну ладно. Гуантамо хотя бы возьмем. В принципе, Гуантамо взяли. Это хорошо. А, все. Ладно. Гуантамо. Это была последняя капля для кубинцев. И они капитулируют. Так. Забираем тут все. Корабли. И сам остров. Все. Разобрались с этим. Так. Тут третий интернационал базируется. Антанте. Поэтому пока тут не сделаешь особо ничего такого хорошего. Так на... Порто-Рико. Ну, в принципе, и на Порто-Рико надо. Но это ладно. Это пока не самая важная цель. Я думаю, после завершения вот этого юга. Вот, то есть не завершения юга, че я говорю там. Золотого круга. Вот этого. Мы будем уже готовиться к войне с Антантой, я думаю. Ну и как раз, в принципе, десант будет уже удобен и полезен против Вест-Индийской Федерации. Так что мы обязательно туда пойдем. Так. По высадке, по высадке. Что у нас тут? Давай лучше на десантный корабль возьмем. Как раз таки его прокачаем. И потом уже будем делать различные вещи. Все. Убираем тут. Эти приказы. Ну, не знаю. Давай вот, в принципе, вот сюда. Сантьяго до Куба. Пускай и едут. Наши морпехи. Так, че тут? Максимальная скорость. Ну, давай, максимальная скорость. Вкачаем. Здесь мы получим сейчас тогда. Получили заводы. Получили заводы. Не знаю даже, куда их девать. Пока что. Ну, ладно. Давай их в топ-оборудование кинем. И поезда, пускай, тоже хорошо производятся. Тут, в принципе, я... Верфи отправлю на конвой производить. Все-таки это важнее будет сейчас нам делать. Танки. Танки. Ну, танки я бы вот сюда подвел просто. Чтоб быстро тут прорваться в Канаде и все. Быстро Канаду уничтожить. Ну, эти войска пускай в Атланте сидят. 24 дивизии. Подумаем, куда их потом пристроить. Так, Антанты тут только, в принципе, в Венесуэла и Вест-Индийской Федерации. Ну, помимо Канады я имею в виду. Вот, мы разберемся тогда с этим. Испанская Республика. Тут Франк сидит. Понятно. Но, кстати, Германию пока пробить так и не получается у коммунаров. Золотой Круг. Наконец-то мы можем осуществить эту давнюю мечту о защитниках белой расы. Потребовать для себя благо Центральной Америки. Наша территория будет простираться до Венесуэла и обратно. И поэтому меньшие расы, наконец-то, знают свое место. Поскольку наше Золотое Кольцо будет служить примером для всех, кто просит вызов Клукснации, ее вождю Стивенсену. Наследники Рыцаря Золотого Круга. Основанный в 1854 году Джорджем Бикли и предположительно имевший в своем составе таких известных людей, как Джон Уилкс Бут, Джеффсон Дэвис, Альберт Пайк, Натан Бетфорд Форрест, Томас Лаббек, Ламбдин Пэн, Рыцаря Золотого Круга были тайным обществом времен Гражданской войны и военизированным формированием, посвященным белому национализму, который уже давно распался. Но это не помешало их идеям продолжить распространяться. Под нашим правлением Куклос Клан продолжит первоначальную мечту Бикли о свободном обществе, свободном от невежественных масс и вольно отпущенников, которые загрязнили Американскую мечту. И теперь утопия Белого Человека, описанная Рыцарем Золотого Круга, находится в пределах досягаемых. Сначала мы объединим земли, распавшиеся с Союза, а затем обратим свои взоры на юг, земли предполагаемого Золотого Круга, от северных прыгов Венесуэлы и Колумбии до центрально-американского перешейка и Мексики, до золотых полей Диксилэнда и белых песчаных пляжей Карибского моря. Теперь находится под пределами нашей досекаемости. Нам предстоит принять окончательное решение, хотя мы будем держать эти земли под нашим прямым контролем, как всегда планировалось, мы должны решить, как это сделать, сохранить нашу американскую идентичность и символизм при непосредственной интеграции этих земель, сохранив столицу в Дикси, и чисто американскую культуру нашего штата, или же осуществить мечту Бикли в полном объеме, перенеся столицу и правительственный аппарат в Гавану, Кубок, как центры зоны, административный центр, в центре новой нации, при этом продвигая новую культуру, основную культуру Старой Конфедерации. Ну, давай, в принципе, амбиции жесткие поставим, почему бы и нет. Орден Золотого Круга теперь мы называемся. Забавно. Так, флаг для Золотого Круга, поскольку Золотой Круг остается реально в Гавану, теперь улетел. Реально, слушай. А, ну хотя бы мы национализировали эти земли, так что довольно круто. Поскольку Золотой Круг наконец-то поднялся над тропическим сердцем Нового Света, мы должны выбрать, какой флаг поднимется вместе с ним. Очевидным предложением является использованная оригинальная флага Рейцаря Золотого Круга, основанная Джорджем Бикли в 1654 году, белый красный терьер с синим каноном, на котором расположены 11 белых звезд. Однако, есть и другое предложение. Используется легионерский флаг Возрожденных Рейцарь Золотого Круга, современного возрожденческого тайного общества, основанного на первоначальном ордене, который основал и возглавлял многие видные члены Старого Клана. На их флаге изображены крест и солнце Золотого Круга, окруженные звездами и полумесяцем на синим поле с красной и белой полосами рядом. Хм-хм. А давай сохранимся. Мне интересно, какой флаг там будет увидеть. Ну, такое. Ну, такое. Давай первый посмотрим. Как будет первый интересно выглядеть. Так, ну давай посмотрим. О, вот это прикольно, кстати. Вот. Давай такой выберем. Вот этот будет выглядеть более интересно. Орден Золотого Круга теперь наша нация называется. Ну, ладно. Забавно. Так, рождение и смерть. Давай возьмем. Сколько там по времени? Ну, по времени уже пора заканчивать. Будем заканчивать. Значит, здесь мы будем воевать против Гватемалы. В общем, претензии у нас против кого? Ну, вот. Против Канады, понятное дело. Против Центральной Америки, Венесуэлы, Колумбии, Восточной Индийской Федерации, Пуэрто-Рико, ну, вот это Восточная Индийская есть Федерация, Гаити и Восточные Испаньолы. Тоже вот это наши претензии на эти есть островки. В принципе, так, 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 так. Ну, прикольно, прикольно, на самом деле, контент у Стивенсона очень крутой. Вот реально, я скажу, очень круто. А, еще у нас, наверное, претензий нет. На Гавайи нет, кстати. Ну, то есть, объявление войны. Претензий-то есть. Ну, ладно, давайте на этом закончим. Очень круто. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Интересно оно, как и мне. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте, ставьте лайки. И знайте, что самое интересное еще впереди. И интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока.